Привет всем дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу показать аромат от марки Gianfranco Ferre. Называется этот аромат Rose Principesse. Если я не ошибаюсь, аромат вышел в 2008 году и данный аромат выпуска 2014 года. Купила я этот аромат, потому что была на этот аромат очень большая скидка и не удержалась. Сняла слюду, сняла полностью слюду. Слюда очень мягкая и тонкая. Вот надо было очень аккуратно и деликатно снимать. В общем и должна была снять полностью, потому что аромат, то есть сама коробочка открывается вот так, а слюда запечатана по бокам, поэтому пришлось полностью снять. И вот такой аромат в объеме 50 миллилитров. В общем здесь в середине бежевый цвет, не белый. И вот такой вот флакончик. Когда я открывала вот эту коробочку, исходил прекрасный аромат розы. Должна сказать правду. Потом, когда я открыла всего лишь крышечку, здесь я тоже могу услышать такой приятный аромат розы. В общем, аромат я еще не наносила на мою руку, потому что хотела это сделать вместе с вами. И думаю, что мы сейчас это сделаем. А для начала я вам хочу продемонстрировать, как выглядит сам флакончик. Конечно же, флакончик красивый. Если мы будем вот так смотреть, то мы читаем ФР. Вот как выглядит сам флакон. Здесь вот так, по бокам. Все выбито. Стекло. Вот такой колпачок. Здесь есть розовый цвет. Это пластмасса. В общем, колпачок простенький, я бы сказала. Вот, довольно-таки плотно закрывает распылитель. Плотно сидит. Я бы так сказала. Что еще сказать? В общем, мы рассмотрели сам флакон. Давайте еще посмотрим внимательно на саму коробочку. Если кому интересно, если вас интересуют такие видео, то смотрите, присматривайтесь ко всем деталям. Вот. Вот и все. Здесь, естественно, все просто. Чем-то не хочет выходить вот эта бумага. Бумага тоже. Вот видите, какая чистая. Все как полагается. В общем, аромат розы Принчипесе. Очень сильно мне хочется сейчас его попробовать. Сделать мой первый отзыв. Что я чувствую. Ну, давайте начнем. Итак, начнем мы. Один, два, три. Пошел и четыре. Вот. Аромат свежий, сладкий. Это что такое? Сладкий, как какой-то сладкий леденец. Да, леденец. Смоктальная конфетка. Ой, какой красивый. Мне кажется, здесь есть мускус. Вот пока что розы я не чувствую, но я чувствую лайм. Не лимон, а именно лайм. Он такой зеленый в виде лимона, но не лимон. Кругленький. Фрукт. Фруктово-сладкий. Очень-очень-очень приятный. Вот он раскрывается сейчас. Очень приятно. Мне кажется, что его можно носить спокойно зимой и ранее осенью. Но в тепло надо пробовать и тогда уже делать отзывы. Не могу сказать, как бы он раскрылся летом. Сложно. Аромат несложный. Аромат, как говорится, на все случаи жизни, я бы так сказала, спокойно подойдет в офис. Будет ли он шлейфить? Я думаю, немножко будет. И будет ли он держаться долго на моей руке? Пока могу предполагать, что да, будет средняя стойкость, но не слабая. Но это все мое предположение сейчас, на данный момент. Это первые ощущения, поэтому я не могу говорить, что это именно так и будет. А сейчас он мне открывается чем-то таким зеленым, какими-то ландышами. Или какие-то свежие зеленые листья. В общем, я бы сказала, что это цветочно-зелено-сладкий аромат. Я думаю, что он мне будет в самый раз на весну. В общем, мне он понравился. Я не скажу, что он будет любимчиком, но и не разочаровал пока. Вот здесь есть что-то такое зеленое. Прямо приятно-приятно вдыхать. Как вот глоток воздуха дает мне вот этот аромат. Вместе с цветами. Розы я практически не слышу. Вот что странно. Хотя, может быть, вот эта зелень, это и есть зеленое. А вот что может быть. Это может быть утро. Бутон, который еще не распустился, розы, красной розы. И на этой розе еще есть роса, ранняя роса. А вместе с этим добавляются еще зеленые молодые листья красной розы. Он так быстро как-то меняется. Боже мой, как-то странно. Сейчас уже он встает более сладким. Более сладким и более розовым. Ну, вот так вот. Боже мой, не так интересно. Все-таки он не монотонный. Совершенно не монотонный, но интересненький. Интересненький. Подойдет на все возраста. Я вообще не люблю делить на возрастные категории ароматы. Поэтому этот я тоже делить не буду. Ну, это на любителя. Вот и все. Если вам нравится цветочно-зелено-розовый сладкий аромат, как-то вот так, то можете и присмотреться. Но ничего особенного. Хотя стойкость здесь будет средняя. Здесь не будет слабая стойкость. Я уже чувствую. Интересно, как он будет раскрываться на одежде. Мне кажется, на одежде он будет еще красивее звучать и на волосах. Так что буду пробовать. Буду вам рассказывать мои отзывы про данный аромат. То есть более подробно попозже. А пока мы отставляем вот этот чудеснейший блокончик. Я хочу сказать несколько слов про сайт Фрагрантика. Вы знаете, я почитала отзывы на этот аромат, прежде чем его покупать. И ничего такого хорошего не написали. Написали всего лишь то. Флакончик очень красивый. Написали, что очень слабый, никакой. В общем, так. Такие вот средние отзывы. Не оценили этот аромат. Хотя я не скажу, что это шедевр. Но и неплохой. Совершенно неплохой аромат. Довольно-таки интересный и многогранный аромат. И вы знаете, я все-таки решила его купить, несмотря на те отзывы, которые там оставляют дамы, фурмчанки. И еще раз убеждаюсь в том, что не стоит прислушиваться к мнению других людей. Хотя я на Фрагрантике люблю читать отзывы определенных людей. Я для себя подчеркнула, кто красиво и правдиво описывает ароматы. И только могу прислушаться к этим комментариям. Все остальное меня не интересует. Я думаю, что я вообще не буду оставлять никаких больше комментариев на Фрагрантике. Потому что ароматы, комментарии не оцениваются на Фрагрантике. Там также есть свои троллеры, есть недоброжелатели, есть люди, которые не понимают в парфюмерном искусстве. Пишут лишь бы писать, потому что нечего делать. Или ищут вот этот негатив. И хотят зацепить на крючок того человека, который отреагирует на негатив. Но я не тот человек. У меня есть намного... У меня есть другие интересы в моей жизни. И я на это вообще не реагирую. Ни на Ютубе, тем более на Фрагрантике. И еще хочу обратить внимание на этот аромат. От марки Эстелаудер Интуитен. Этот аромат я тоже купила, несмотря на плохие отзывы, которые оставляют на сайте Фрагрантика. Я купила специально, чтобы убедиться в том, правду ли пишут люди про этот аромат. В общем, я не знаю, или я такая, какая-то не такая, или что-то не то на этом сайте. Аромат такой красивый, такой необыкновенный. Такой аромат сейчас огнем с огнем не сыщешь. Это надо понимать. Его надо понять. Но это действительно парфюмерное искусство. Это аромат индивидуальный, который нельзя сравнивать с другим ароматом. Потому что я пока аналога на этот аромат не нашла. Даже близко. Поэтому я говорю, что иногда не надо обращать на глупые комментарии вообще на Фрагрантике. Я прервала видео для того, чтобы посидеть немножко и подождать, как раскроется база. То есть база у нас такая сладкая, зеленая. И могу сказать не роза, а бутон красной розы, который только должен раскрыться. И такой он свежий, яркий, приятный. И я думаю, что он прекрасно подойдет на весну. Именно на весну он мне, мне кажется, будет в самый раз. Я могу ошибаться, но я так предполагаю. В общем, ничего плохого в этом аромате нет. И на все случаи жизни этот аромат под джинсы, под платье, куда хотите, туда и можете одевать. Потому что он такой простенький, загадочный. Такой свеженький, нежненький. Его можно отнести к категории от марки Gucci Envy, по-моему. Такой зелененький ароматик. Сейчас я его, может быть, вам покажу, если я его где-то имею недалеко. Вот он. Вот этот аромат. Тоже такой красивый, зеленый, яркий, шлейфовый. Хочется вдыхать и вдыхать этот аромат. Так мне хочется его вдыхать. Я его ношу только весной. Уже не могу дождаться, когда будет весна, чтобы его опять носить. Как я люблю вот этот аромат, просто словами не передам. Только вот этот аромат, вот такой он зеленый. Именно зелень, такой яркий, свеженький. И вот этот будет зеленый, но такой яркий, розовенький. Вот так вот скажу. И на этом с вами попрощаюсь. Надеюсь, что вам видео понравилось. Надеюсь, что вам было интересно послушать и про этот аромат. На этом я вам говорю пока. До скорой встречи. С вами была Татьяна. И я вас всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok